Музыка Меня зовут Сергей Рулёв. Сегодня 6 февраля. Вот по этой улице, несколько часов тому назад, по улице Институтской, с поворотом на крепостной переулок, прошло более тысячи людей в иностранной униформе. Я спросил солдат украинской армии, вы их видели? Да. Вы видели их форму? Да. У вас такая форма? Нет, говорят, у них намного лучше. А обувь какая? У них обувь намного круче. А головные уборы? Да вы что там, такие каски? То есть это сегодня было не просто марш. Сегодня был парад устрашения. Сегодня был марш для того, чтобы напугать людей, которые находятся в Мариинском парке, которые поддерживают сегодняшнюю законную власть, что посмотрите, сколько нас много, и мы идем целыми сотнями. Люди шли с палками, люди шли в бронежилетах. Это был далеко не мирный марш. Я сегодня прошелся по Мариинскому парку. В Мариинском парке со всей лютой ненавистью работал нацист Александр Полий, который, который историк, который политолог, который так спокойно выступает на Пятом канале и на ТВА. Ребята, я еще более наглого хама в жизни не видел. Он ругался матом на солдат срочной службы. Он ругался матом на меня. Он на меня, коренного киевлянина, кричал, пишо вы, геть! И с такой это было злостью. Я видел, как спорят с женщиной через металлический забор. Поначалу вроде бы как они братаются. Поначалу у них и мова одинаковая, и возраст вроде бы как одинаковый, и их история жизни одинаковая. Но как касается только исторических ценностей, это начиная и Мазепы, и Петлюры, и Шухевича с Бандерой, тут же между ними становится непреодолимый забор. Я прошелся сегодня по Мариинскому парку. Я посмотрел себя, как ведут солдаты внутренней службы. Я побывал сегодня на парке влюбленных. Киевляне, вернее, на мосту влюбленных киевляне. Этот мост уже горел. Ребята, его уже поджигали. На прошлой стороне видны проволока от сгоревших скатов. То есть эти революционеры меня обругивали матом. Они мне оскорбляли, даже не зная, как меня зовут. Все это здесь у меня записано. И сегодня вечером в новости, или завтра в новости новостей, вы можете увидеть, какая спокойная обстановка находится со стороны солдат срочной службы и Беркута, и какая продолжается напряжение. Напряжение, ненависть развивается. Это со стороны митингующих, так называемых, мирных митингующих. Люди, уже идет война. Нам объявили войну. В первую очередь это русскоязычным, киевлянам, то есть тех, кто не с ними. Сергей Рулев, Анна Ньюс, Киев.